Змеи распространены повсеместно, поэтому где бы ни был человек, он может подвергаться их атаке. Особую опасность несут в себе ядовитые змеи, в частности на территории Дагестана из числа самой опасной считается гадюка. С наступлением весенне-летнего периода человек подвержен большому риску их нападения. Клинические проявления при укусах змей, независимо от их вида, характеризуются несколькими общими признаками. Это обусловлено присутствием компонентов змеиного яда, обладающих сходным действием. Об этом рассказал заведующий реанимационным отделением Центральной городской больницы. В дальнейшем может уже проявляться головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, понижение артериального давления. Надо быстро транспортировать в больницу. У нас в больнице оказывается в условиях реанимации противошоковую терапию. Наибольшая вероятность встречи змей – это леса, поля и степь. Характерными признаками укуса является наличие двух ранок треугольной формы, расположенных на одном уровне, размером 2-3 мм, сильное ржение и боль в месте укуса, покраснение и выраженный отек ткани, окружающих рану, темные пятна и волдыри на коже возле ран, кровенистые выделения. Также врач рассказал, что нужно делать для оказания первой помощи пострадавшему. После этого, если под рукой нету спирта, йода, водой, мыльным раствором или проточной водой промываем место укуса. И тугое бинтование и иммобилизация, чтобы не двигалась рука или нога. Если там в области шеи, головы, просто надо сдавливать это место. За столь короткий период, начало сезона, на территории города зафиксированы три случая укуса змеи. Но, как пояснили специалисты, эта цифра до конца лета возрастает в десятки раз. Средством против укуса является сыворотка, которую человек должен получить незамедлительно. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».